Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту и разбираем вопросы в прошедшем времени. Помните, мы с вами, если был обычный глагол, то использовали did. Но если глагол быть, то мы вместо did используем was или were. Was или were. Значит, когда у нас с вами was? Когда I, he, she, it. Это was. Когда were, когда we, you, they. Это were. Вот самое главное, видите, запомнить, что когда мы спрашиваем был, были, то никакой did не нужен и на was или were. К примеру, тренируем вопрос. Получается, ты был уверен, читайте это you, раз you, значит were. Получается, were you уверен, sure. Were you sure? Ты был уставшим, ты был. Were you уставшим, tied? Were you tied? Я был прав. Я, I, значит was, то есть я был. Was I, прав, right. Was I right? Он был с тобой. Он был. Was he с тобой with you? Was he with you? Она была действительно уверена? Она была. Was she действительно, really, уверена? Sure. Was she really sure? Это было действительно важно? Это было. Was it действительно важно? Мы были действительно правы? Мы были. Were we действительно правы? Really right. Were we really right? Они были хорошими рабочими? Они были. Were they хорошими рабочими? Хорошими, good. Рабочими, workers. Were they good workers? Это было действительно лучше? Это было. Was it действительно лучше? Really, better. Was it really better? Видите, здесь самое важное как раз выбирать правильно или was или were. Видите, здесь отдельный как раз способ образования. Итак, повторим. Was I, he, she, it? Were we, you, they? Were you sure? Were you tied? Was I right? Was he with you? Was she really sure? Was it really important? Were we really right? Were they good workers? Was it really better? И опять же хочется сказать, видите, tight – это прилагательное в английском языке. То есть можно также перевести «ты действительно устал», когда говорим о прошедшем времени, или «ты действительно уставший». Видите, tight – прилагательное. Несмотря на окончание, это прилагательное. Нужно просто запомнить. Далее, по аналогии спросим. Вот у нас с вами формула. Итак, спрашиваем. Это было интересно? Это было. Was it? Интересно. Также, в принципе, можно задавать и специальные вопросы. Что такое специальные вопросы? Это когда впереди еще есть какое-то вопросительное слово. Например, где ты был вчера? Вот вопросительное слово просто идет в начало. И получается, где? Where – ты был? Ты был? Were you? Вчера? Yesterday. Where – were you yesterday? Почему это было? Так. Почему? Why – это было? Видите, опять же, может быть, какое-то вопросительное слово, если оно есть. К примеру, почему, why, когда, when и так далее. То же, как бы, возможно. Просто идет в начало, выносится в начало. Это называется специальный вопрос. То есть, в этом уроке мы для простоты, соответственно, и разбираем и обычный вопрос, то есть, общий вопрос, когда ответ – да, нет, и специальный вопрос. Соответственно, почему это, раз это, значит, was. Получается, why – was it. Это почему это было. А если почему это было так, как мы уточнили, получается так, это so. Why – was it so? Где это было? Где? Where – это было? Was it? Where was it? Почему ты был так уверен? Почему? Why? Ты был? Were you? Так уверен? Так, so? Уверен, sure. Why were you so sure? Когда это было? Когда? When? Это было? Was it? When was it? Далее новая лексика. Вот такое предложение. Когда ты был там последний раз? Когда? When? Ты был там? То есть, был ты, был were you, там, there, последний раз? Вот, последний раз – это фраза last time. Time переводится как время, и даже time переводится как раз – last time. Это фраза, эти фразы – последний раз. When were you there last time? Когда ты был в том месте последний раз? Когда? When? Ты был? Were you? В том месте? В том? In that? Месте? Place? Последний раз – last time. When were you in that place last time? Далее. Отдельно стоит рассмотреть вопросы, когда мы задаем вопрос «что?». Немножко они по-другому образуются. Например, что было там? Что? Что? What? Было там. Видите, что по умолчанию означает «это», «ит», значит, нужно поставить «was». What was там, there? What was there? И, например, что было в той коробке? Что? What было? Was в той коробке? In that коробке – box. What was in that box? Что было в этой коробке? Что было? What was в этой коробке? In this box. What was in this box? То есть, еще раз, смотрите. Мы с вами разбирали общий вопрос, когда ответ «да», «нет». Если у вас есть какое-то вопросительное слово, пожалуйста, мы ставим «вначало», далее у нас идет «was» или «were». Это общий случай. И, соответственно, были примеры, и отдельно разбирали «what». What означает «это», «ит», поэтому по умолчанию мы используем «was». Вот и все хитрости. Давайте повторим. Итак, why, when, was I, he, she, it? Why, when, were we, you, they? Was it interesting? Where were you yesterday? Why was it so? Where was it? Why were you so sure? When was it? When were you there last time? When were you in that place last time? What was there? What was in that box? What was in this box? Отлично. Теперь другой вопрос. Что было в коробке? Что было? What was в коробке? В – это «in», коробка, «box». Но здесь это устойчивое выражение «в коробке» – «in the box». То есть именно «the», это значит «конкретная коробка», «in the box». Ну, опять же, рекомендация, проще тебе просто фразы запоминать, и уже вы не ошибетесь. What was in the box? То есть имеется в виду не в какой-то неизвестной какой коробке, а именно в конкретной, артикуль нужный, это единственное число. По аналогии спросим, что было в сумке? Что было? What was в сумке? In the bag. What was in the bag? Что было на столе? Что было? What was? Также, именно «the» в этой фразе. На столе. On the table. What was on the table? What was on the table? Видите, эта фраза устойчивая. In the box. In the bag. On the table. Хорошо. Далее. Другие предложения. Видите, также отдельно стоит сказать про вопрос из «кто?». Who. Например, вопрос «кто был прав?» Кто. По умолчанию означает «он» или «она», а раз «он» или «она» значит «was», и далее «прав». Right. Right. Who was right? Например, «кто был там?» Кто был? Who was там? Who was there? Кто был там с тобой? Кто был? Who was there? С тобой. With you. Who was there with you? Что было лучше? Что было? What was? Лучше. Better. What was better? Что было хуже? Что было? What was? Хуже. Worse. What was worse? Что было дороже? Что было? What was? Дороже. Дословно, более дорого. Более more. Дорого. Expensive. What was more expensive? Что было дешевле? Что было? What was? Дешевле. Дешевый – это чип, а дешевле – чипа. What was cheaper? What was cheaper? Видите, если прилагательное имеет более чем два слога, видите? Expensive. То с помощью more, то есть более. Если коротенько прилагательное, то с помощью er. Вот такое есть общее правило. Видите, чипа – один слог. Чип, поэтому er. Ну, опять же, такие вот уже есть хитрости, а так вы много раз просто встретите. More expensive, more expensive. Чипа, чипа, чипа. И запомните уже на автомате. Видите? What was more expensive? What was cheaper? Почему это было так важно? Почему? Why? Это было… Нужен вспомогательный глагол после вопросительного слова, поэтому это было будет was it? Так важно. So important. Why was it so important? Это был твой лучший результат? Это был… Was it… Твой лучший результат? Your best… Результат… 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 Was it your best result? Ведь если есть прилагательное местоимение, то уже не нужен артикль. А вот другой вопрос. Это был лучший результат? Результат… Это был… Was it… Лучший результат? The best… Результат… 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 Was it the best result? То есть, лучший что-то – это обычно the. Но если прилагательное местоимение есть, то видите ограничение, и здесь уже не нужно. Вот такая есть тонкость. Так, повторим. What was in the box? What was in the bag? What was on the table? Who was right? Who was there? Who was there with you? What was better? What was worse? What was more expensive? What was cheaper? Why was it so important? Was it your best result? Was it the best result? Это было лучшим решением? Это было… Это было… Это было… Was it… Лучшим решением? The best… Решением… Десижн… Was it the best decision? Видите? The best… Лучшее что-то. Но если есть прилагательное местоимение, то дает ограничение, и they не ставятся. Так, the best… The best… Лучшее что-то… Лучшее что-то… Например, она лучшая учительница. Она… She is… Лучшая учительница. The best… She is the best teacher. She is the best teacher. Она лучшая учительница. Далее, вопрос. Почему это было лучшим решением? Почему? Why? Это было… Was it… Лучшим решением? Лучшим… The best… Решением… Десижн… Why was it… The best… Десижн… То есть, еще раз. Давайте для практики переведем несколько слов. Предложение в утвердительной форме. Скажем. Это был лучший выбор. Это был… It was… Лучший выбор. Лучший что-то – это the best. The best выбор choice. It was the best choice. Это было лучшее решение. Это было… It was… Лучшее… The best решение… Десижн… It was the best decision. Это был… Лучший результат. Это был… It was… Лучший… The best… Результат… Результат… It was the best result. Это был… Мой… Лучший результат. Это был… It was… Мой… Мой – это my. Раз my – то никакой артикль не нужен. Получается… Мой – лучший. 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 Мой – лучший результат. Мой – лучший. Мой – лучший. Слово everywhere, везде, переводится как каждый, where – это где, everywhere – везде. Was it everywhere? Это было везде. Он был лучшим студентом? Он был, was he, лучшим, the best студентом? Was he the best student? Это было смешно? Это было. Was it смешно? Funny? Was it funny? Что было смешно? Что было? What was смешно? Funny. What was funny? Или, например, что было так смешно? Что было? What was так смешно? So funny. What was so funny? Почему это было так смешно? Почему? Why? Это было? Was it так смешно? So funny. Why was it so funny? Повторим. She is the best teacher. Was it the best decision? Why was it the best decision? It was the best choice. It was the best decision. It was the best result. It was my best result. Was it everywhere? Was he the best student? Was it funny? What was funny? What was so funny? Why was it so funny? My friends, thank you very much. We continue our playlist. We continue our playlist. Продолжение следует...